Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Что оно отличается от других подобных экспонатов, которые собраны в этом же музее. У этой мумии в первозданном виде сохранились все органы тела. То, что мертвое тело разлагается уже в течение недели, истина общеизвестная. Но почему сохранилась именно данная мумия, ведь прошло так много времени? Эту тайну нам раскрывает священная книга. Тем самым еще раз подтверждаются ее величие и божественность. Аяты Корана в поучительной форме излагают борьбу пророка Муса Мирьему с фараоном. Пророк Муса Мирьему жил в 1200-х годах до н.э., то есть 3000 лет тому назад. Известно, что фараон был непримиримым противником пророка. Однажды фараону приснилось, что некий мальчик, рожденный в его стране, став взрослым, свергнет его с престола. И тогда он дал приказ убить всех новорожденных младенцев мужского пола. Но Всевышний взял под свое покровительство родившегося тогда Мусу Мирьему и впоследствии объявил его пророком. Народ племени Бану Исраиль подвергался в Египте жестокому угнетению. Аллах не спасал откровения, посредством которого разрешил Мусе Мирьему и народу Бану Исраиль покинуть Египет. Фараон, услышав, что Муса Мирьему с соплеменниками пустился в дорогу, послал вслед за ними большое войско. Сура «Поэты», аяты 52-53. Сура «Таха», аят 79. Пророк Муса Мирьему и его люди, спасаясь от преследования по воле Аллаха, достигли берега Красного моря. Впереди как враг море, сзади как мор враги. Тогда пророк, следуя неспосланному откровению Аллаха, ударил своим посохом по морю. В тот же миг море разверзлось на две части, и была каждая часть как гора. Между двумя водами появилась дорожка, через которую благополучно прошел пророк Муса Мирьему со своим народом. Сура «Поэты», аяты с 62-64. Фараон и его войско, увидев чудо, испытали страх и удивление. Однако злоба и вражда одерживали верх, и, ступив на межводами дорожку, продолжали преследование. Когда войско достигло середины пути по воле Аллаха, воды морские сомкнулись и поглотили фараона и всех его людей. Сура «Поэты», аяты 65-66. В 90-м аяте «Суры Юнус» это событие описывается так, смысловой перевод. «Мы перевели через море сынов Исраилевых, фараон и его войско стремительно быстро преследовали их до то ли, как их самих настигло потопление. Он сказал, верую, что нет Бога, кроме того, в которого веруют сыны Исраилевы, и я один из покорных ему. Однако Всевышний не принимает раскаяния фараона, доселе называвшего себя Богом. Следующий аят гласит «Теперь только, а прежде всего ты упорствовал, был одним из распространителей нечестия, после чего воды моря сомкнулись над преследователями». В 92-м аяте этой же суры излагается продолжение этого события, смысловой перевод. Аллах говорит утонувшему в море фараону, «Сегодня мы велим всплыть тебе, твоему телу, чтобы ты был знаменем для тех, которые будут после тебя, хотя многие из людей невнимательны к нашим знамениям, то есть не делают выводы». Да, поистине Коран божественен и в нем истина. Ни одно суждение в нем по сей день не потеряло своей актуальности. Примером тому изложены в аятах события, связанные с фараоном. Они не могут не удивлять нас. Эти события, происходившие три тысячи лет назад, напрямую связаны с экспонатом, выставленным в Британском музее. «Аллах сотворил чудо в назидание человечеству». Удивительно место, где был найден экспонат, что само по себе тоже доказательство произошедшего чуда. Дело в том, что тело, так хорошо сохранившееся, находилось под землей на берегу Красного моря в местечке под названием Джабалаин. Английские исследователи откопали его в горячих песках побережья и увезли на родину. Результаты исследования, проведенного в целях установления древности находки, показали, что мумии три тысячи лет. Это говорит о том, что человек, чье тело было найдено учеными, жил во времена пророка Мусы, мир ему. Между тем, содержание аятов Корана и их толкование подтверждают подлинность событий. Например, умерший в 1144 году Аззамахшари, да будет благословенно его имя, в своих толкованиях 92-го аята Суры Юнус, дает описание тела, которое будет найдено 8 веков спустя, после его Аззамахшари смерти. «Выбросим тебя на берег моря, в укромное место. Будем стеречь твое тело, не дав ему испортиться, в целости и сохранности, голым, без одежды, для тех, кто придет после тебя, через несколько веков, чтобы было в пример им». Толкование Кашофа, том 2, стр. 251-252. Утверждение в аяте и толкование Корана о целости и сохранности тела свидетельствует о том, что оно не было мумифицировано. Как известно, при мумифицировании мертвого тела некоторые его внутренние органы изымаются. А здесь все на месте. Также совпадает с описаниями в Коране и толкованиях положение этого сохранившегося чудеснейшим образом тела. Всевышний Аллах настолько могуществен, что сохранить тело в таком виде 3000 лет для него ничего не стоит. Для нас, мусульман, это очередное назидание, что Господь один и это Аллах. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату.